Смотрите, что мы сегодня с вами изучим. На самом деле у нас сегодня очень простая тема, называется ЕПОЛ. В общем, смотрите, что происходит. У нас есть с вами какая-то такая история, что давайте я открою Vim, и вот у меня тут даже что-то есть. Смотрите, мы с вами изучали, что у нас есть вот какой способ работы с... Ну, обработки нескольких соединений на сервере, например. Процесс такой, что вот мы сказали, что вот у нас есть там, у нас есть сокет, да, потом мы делаем listen, да, когда-нибудь я перестану путаться. Вот, а дальше мы делаем чудесные while. Я не помню, там что-нибудь еще, наверное, надо. В общем, когда... Ну, в общем, вот в таком цирке мы делаем if fork равно нулю, да, и, значит, здесь в конце... Мы напишем innetany. Это что происходит? Innetany – это значит, что ты хочешь принимать подключения, которые адресованы на любой адрес, которые дошли до тебя. А вот любой адрес, что это значит? Ну, смотри, допустим, к тебе... Ну, то есть, смотри, ты пакеты можешь отправлять... Там есть разные сетевые интерфейсы, ты пакеты можешь отправлять по внутреннему сетевому интерфейсу, по-моему, loopback называется. И, как бы, они существуют только в рамках твоего компьютера на localhost. Соответственно, эти пакеты, они идут на адрес 127.001. Это твой локальный адрес, по которому ты адресуешься внутри своего компьютера. То есть, у каждого компьютера свой 127.001. И ты можешь, например, написать... Ты можешь, например, захотеть послушать только вот адрес 127.001. Тогда, если кто-то к тебе придет из внешнего мира на тот же самый порт, то твой сокет не... Он не умрет. Твой сокет просто не будет обрабатывать это подключение, по той причине, что ты не слушаешь внешний мир. Вот и Netany говорит, что мы слушаем все интерфейсы, вот любой адрес назначения, который дошел до нас на этот порт, мы готовы обслужить. Вот что такое Netany. Там еще это с хамачи вроде, тоже пример хороший. Есть интернета, есть у нас хамачи сеть, там разные адреса. В течение с хамачи будут обрабатывать. Если то, то прописать, либо будет... Да, все именно так. Если байк кабель из интернета будет на... Да. Никто так делает. Вот. Пум-пу-рум-пу-рум-пум-пум. Отлично. На чем мы остановились? Мы остановились на том, как мы с вами умеем... Как мы с вами умеем работать с... С пользовательскими подключениями. То есть вот базовый сценарий. Мы в цикле делаем акцепт, дальше форкаемся, обрабатываем, ну, обслуживаем пользователя, делаем close и не забываем делать exit, чтобы форковый бонд бы не был. Отлично. Можно вопрос? Да. Тут мы делаем exit 0, но как бы пора лица, что на самом деле лучше делать нижнюю подчеркивание exit, чтобы всякие буферы не сбрасывались и прочее, 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 чтобы два раза так, чтобы не мчалось, например. В случае, без один трин, без один запрос. Это на самом деле очень хороший вопрос. На самом деле сильно зависит от ситуации. То есть, если ты используешь стандартную библиотеку какую-нибудь, то на самом деле кажется, что лучше все-таки делать exit 0. Лучше делать exit обычный. Там память просто будет утекать. Память у тебя своя, каждый процесс и не... Куда? Не с... Какая память будет утекать? Ну, там дескрипторы на shared memory могут не исчезать. Если делать exit с нижним подчеркиванием... Так подожди, у тебя же shared memory через mmap фигачится. Смотри, разница между exit и exit с нижним подчеркиванием, что exit с нижним подчеркиванием это системный вызов, а exit он еще там делает ряд диалокаций. То есть, там можно регистрировать еще свои экшены на exit. Ну вот, а там на самом деле все, что он делает, это он диалокирует ресурсы, которые... Ну, короче, он освобождает ресурсы, которые держат стандартную библиотеку, которые были в нижнем подчеркивании старте запачивали. Сегодня не только и еще что-то. Ну, может быть, не знаю. Короче, на самом деле кажется, что ответ на твой вопрос – it depends. Правда. То есть, я слабо себе представляю ситуацию, в которой ты напечатаешь что-то два раза, при условии, что ты перед форком флашнулся хорошенько. Если мы пользуемся советской библиотекой, если мы пользуемся советской библиотекой, то интересный вопрос. Я сходу, к сожалению, не знаю. Сорян, не могу ответить. Если мы в нижнем подчеркивании где-то напишем, мы можем вообще ни разу не увидеть список. Что? Проблема была в том, что два назад? Ну, да, да, да. Если мы в нижнем подчеркивании не можем ни разу не увидеть. Если зафлашить забыли, то да. В родительском процессе потом мы рано не поздравляем. Нет. Если мы в дочернем... Да, если мы что-то в дочернем пытаемся напечатать, то в родительском это не появится, если мы это уже в дочернем сгенерировали. Так вот, это был самый примитивный способ, как мы можем с этой проблемой бороться. Но, как мы с вами... Когда-то я вам говорил про это, что вот в таком коде есть большая проблема, что когда у вас потоков становится слишком... Ну, потоков исполнения становится слишком много, то у вас, ну, у вас, соответственно, очень часто начинается... Ну, очень часто происходят операции переключения контекста, да. Ну, потому что у вас постоянно эти потоки, они оживают, зависают, оживают, зависают, потому что здесь, скорее всего, будут какие-то блокирующие write-read'ы. И в итоге вот, как бы, такая эмпирическая цифра, что где-то к 10 тысячам подключений ваш процессор не будет заниматься ничем, кроме переключения контекста. И полезную работу он совершать приблизительно не будет. Ну, вот это вот то, что называется проблемой 10 тысяч подключений. Она в том, что... Она в том, что если ты... Смотри, если ты делаешь 10 тысяч подключений, и на каждом... Ну, если ты хочешь обработать 10 тысяч подключений вот в таком манере, то есть на каждое подключение сделать отдельный поток исполнения, неважно, это fork или это p-strat create, абсолютно неважно, если ты вот пытаешься так сделать, у тебя с большой вероятностью возникнут сложности, связанные с тем, что у тебя будет 10 тысяч потоков, которые постоянно по очереди... Ну, то есть, да, между которыми постоянно переключается исполнение. Поскольку переключение контекста это не очень дешевая операция, и это нужно делать постоянно, то у тебя будет... Вот именно в таком контексте... Ну, вот именно в таком парадигме, что у тебя одно подключение, один поток исполнения, у тебя будет слишком много подключений контекста, ты будешь... Один поток исполнения, много подключений. Да, да, да. Вот, собственно, хочется, чтобы у нас был один поток исполнения, много подключений. Ну, вот давайте подумаем, как мы можем добиться этого имеющимися у нас средствами, которые мы уже изучили. На самом деле, кажется, что вариантов у нас не очень много. Мы, значит, с вами делаем какую-то такую историю, что мы... Ну, то есть, у нас есть какой-то... Ну, здесь очень такой приблизительный код, что, допустим, мы набрали 100 подключений и хотим эти 100 подключений обслужить в отдельном потоке исполнения. Сейчас я под потоком подразумеваю не поток операционной системы, а поток исполнения. Да, отлично. Мы делаем, ну, что мы можем сделать? Мы можем, например, сделать такую историю. Мы можем, скажем, сказать, что... Сейчас, давайте я что-то тут не дописал. То есть мы можем пройтись по нашим файловым дескрипторам и вспомнить, что вообще у нас там был такой флажок чудесный, назывался OnOnBlock, если кто-то помнит. Есть такой еще системный вызов FileControl, fcntl, который позволяет нам менять флаги у файлового дескриптора, который уже открыт и здравствует. Ну вот мы можем сделать какую-нибудь такую фигню, типа для каждого файлового дескриптора сказать, что... Сейчас мне бы не забыть... Давайте я открою man на всякий случай, потому что я не помню, как это пишется точно. Сейчас, вот этот. Да, то есть мы можем запросить текущие флаги, ассоциированные... Ну, текущие флаги данного файлового дескриптора. Дальше добавить к ним флаг OnOnBlock. Дальше установить файловому дескриптору вот эти вот обновленные флаги. Она заменяет, но обрати внимание, что мы как бы заменяем на старое плюс вот это. Костыль выглядит. Ну, увы. Ну, потому что, понимаешь, из названия set следует, что она устанавливает. Установить один флаг, это значит добавить его к... Ну, он же принимает множество, а не один. Ну, понятно. Отлично. В общем, вот какая-то вот такая история. После этого, после этого у нас, если все помнят, всякие read, write и прочие блокирующие пацаны, которые работают с этими файловыми дескрипторами, они начинают... У них появляется возможность, появляется вероятность, что они вернут нам ошибку, ошибку, то есть, что чтение или запись вернет ошибку eAgain, которая будет означать, что на самом деле просто сейчас файловый дескриптор занят. Ну, то есть файловый дескриптор сейчас не может позволить тебе сделать то, что ты хочешь. То есть, там, допустим, если мы пытались считать, то в файловом дескрипторе сейчас просто пусто, да, если мы пытались написать, то, возможно, в файловом дескрипторе там есть какой-то буфер, он сейчас заполнен. Нужно, чтобы он освободился, и тогда туда можно будет снова записать. Логика ясна, да? Ну, это, в принципе, мы с вами когда-то упоминали, просто очень скользко. Отлично. Ну, и замечательно. Теперь мы с вами можем делать какую-то вот такую вот фигню, что мы можем в цикле бегать по файловым дескрипторам, и для каждого файлового дескриптора, там, допустим, мы для каждого файлового дескриптора понимаем, что мы хотим в него записать, да, и мы будем в этого файлового дескриптора что-то писать. Ну, пытаться записать. Не получилось, окей, переходим к следующему файловому дескриптору. Ну, и вот какой-то такой код. Понятно, что здесь... Да, 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 сори, сори. Я просто на прошлом семинаре писал этот пример для записи. Ну, логика понятная, да? Вот. И тут еще, наверное, должна быть какая-то полезная работа. То есть мы пробежались по всем файловым дескрипторам, попытались что-то досчитать, что, может быть, накопилось там за время нашего последнего обращения к полезному... Ну, к вот этой штуке. Но дальше мы проверяем, что если что-то изменилось, то можно с этим что-то сделать. Да? Какая-то такая логика. Кто думает это... Как думает? Это хорошо или плохо как делать? Код неудобно только писать. Код неудобно, это правда. Да, это тоже правда. А еще, на самом деле, большая трагедия, что неизвестно даже, что лучше вот это или вот это, по той причине, что здесь-то у нас хотя бы процесс... Ну, на самом деле, здесь-то у нас потоки спали в... Как это называется? Здесь у нас потоки спали и не жали в процессорное время, а здесь у нас каждый поток жрет в процессорное время на 100%. Потому что вот этот цикл, он выполняется, как бы... Скажем так, он выполняется. Ну, короче, уже можно погадаться, чего... Ну, да. Да. Вот у нас до этого было куча потоков, да? Да. Здесь у нас каждому потоку какой-то свой отдельный подможество... Да, подключение, да. Ну, а как мы распределяем, в каком потоку какой-то... Ну, допустим... Каждому по 10. Ну, допустим, каждому по 10. То есть мы 10 акцептов делаем и создаем новый поток исполнения, которому эти 10 акцептов удручаем. А вот в первом случае, я не помню, когда там, типа... Почему они не переключались-то все время? Ну, у нас, типа... Потому что у нас, смотри, много потоков исполнения. Вот. Они по очереди начинают просыпаться, потому что... Ну, то есть, представь, у тебя 10 тысяч клиентов, они... Ну, то есть, когда ты работаешь с сетью, в основном ты занимаешься тем, что ждешь, когда придут данные, когда уйдут данные. Ну, вот. Соответственно, и ты там ждешь, ждешь, ждешь. У тебя там из этих 10 тысяч потоков, скажем, 9 900, каждый момент времени ждут. Да? Но при этом моменты, когда они не ждут, они очень... Ну, то есть, скажем так, но при этом они постоянно меняются. То есть, вот эти 100 потоков, которые сейчас не ждут, а работают, они очень быстро закончат работу и захотят заснуть. И появится следующий из 100. Ну, вот 10 тысяч, это такое, на самом деле, это очень, знаете, такое попсовое число, просто можно гуглить, поэтому... Проблем 10 тысяч подключений. Если на время будет работать, сколько потоков? Ну, где здесь переключение? Переключение между потоками. Смотри, у тебя есть... Акцепт он засыпает? Нет. Ты заставляешь засыпать? Ну, да. Акцепт засыпает, усыпляет один твой родительский поток. Но проблема не в том, не в акцепте. Проблема в том, что вот здесь у тебя есть всякие риды и райты. Ну, на самом деле, просто ты, на самом деле, должен понимать, что когда у тебя... Ну, то есть, ты понимаешь, что такое переключение контекста. Понимаешь, что это относительно дорогая операция. Ну, вот, надо понимать, что просто, в принципе, когда у тебя 10 тысяч потоков, у тебя КПД меньше, чем когда у тебя потоков 100. Просто потому, что у тебя чаще происходит переключение контекста. Ну, вот. Превосходно. Дальше... Что нас интересует дальше? Дальше нас интересует следующая часть. Да. Но, вот, опять-таки, тогда... Теперь вопрос, кто понял, в чем проблема с вот этим вот кодом? Окей, кто не понял? Ну, вот со вторым вариантом. Не знаю. Да. В чем там проблема? А, почему там много проблем? Та же, что и со слеплоком, по сути. Ну, да, проблема в том, что... Не слеп, а спинлоком. Спинлоком, да, да. Отличный пример из параллелок. У вас есть активная блокировка. Есть, как бы... Я не знаю, как это правильно по-человечески называется. Короче, когда ты берешь системную блокировку. Ну, в общем, у вас есть блокировка активная, когда у вас вы сами написали цикл for, который честно живет процессорное время, ничего не делая. А есть блокировка, которая управляется операционной системой, и она, скажем так, не живет процессорное время, когда вы ожидаете ее. Короче, и пол это фьюдекс вот для таких случаев. Ну, вот, да. Ну, вот мы, как бы, пострадали с этим. Ну, подожди, история еще не заканчивается. Мы еще до иполов не дошли. Дальше... Эта проблема... Ну, а здесь, чтобы на какой-то написать, потому что уже на каждый раз, на различные FD писать свой отдельный какой-то кусок кода, нет? Да, да. Это... Массив, не знаю, если мы так... Ну, да, да, смотри, у тебя сильно усложняется логика. У тебя, правда, сильно усложняется логика. Это факт. То есть, я здесь очень схематично и очень схематично рисую основную суть. Основная идея, что у тебя сильно усложняется логика, при этом преимущества ты пока не получил. Но хочется получить преимущество в перформансе. Ну, он, собственно, выполняет полезную работу. То есть, он проверяет, что если мы после вот этого цикла получили данные, достаточные для того, чтобы сделать какую-то полезную работу, то он ее делает. Если не получили, то он ничего не делает, и мы переходим в следующую итерацию, заново опрашиваем все файловые дескрипторы на предмет наличия новых данных. Ну, понятно, что здесь еще... Ну, скорее всего, на самом деле, оно будет писаться все-таки не совсем так, как я тут описал, но глобально суть примерно такая. Тут у того, кстати, есть проблема, что сейчас... Правда же? А, нет, нет, ладно. Окей. Он нон-блок, он вообще не блокируется? Или блокируется, как время, кто? Ну, считай, что не блокируется. Отлично. Дальше возникает желание что-то с этим решить. Ну, давайте посмотрим вот внимательно на то, в чем здесь самая большая трагедия. Самая большая трагедия здесь заключается в том, что все равно большая часть вот этих вот... То есть, смотрите, суть в том, что у нас вот эти циклы будут часто холостыми. Очень часто они будут холостыми, потому что проверить, что мы не считали данных, это один if, скорее всего, ну, с большой вероятностью, это один if, да. if у нас выполняется очень быстро по сравнению со скоростью прибытия данных по сети. И мы будем, на самом деле, там, на каждую полезную итерацию вот этого цикла, да, прогонять, я не знаю, ну, много бесполезных. Хочется вот эти вот много бесполезных убрать. Ну вот, на самом деле, для этого есть решение. Давайте я уже прямо здесь буду писать, потому что мне лень еще раз то же самое писать. Есть решение, которое называется пол. Или еще select. В общем, это некоторая хреновина, которая позволяет вам... Я не буду заостряться на ней подробнее, но, в общем, это некоторая хреновина, которая позволяет вам сделать следующее. Она позволяет вам заснуть до тех пор, пока в каком-нибудь из файловых дескрипторов не появились данные. При этом она плоха тем, что из нее не очень удается узнать, в каком именно и что случилось. Поэтому, по сути, вот мы просто в эту картинку добавляем пол, и теперь мы хотя бы избавились от проблематичных, холостых проходов вот всей итерации вот этого цикла. Поэтому мы все еще не избавились от того, что даже вот в этом цикле многие итерации будут холостыми. Будьте здоровы! И это проблема. Пол, типа, появился до ePolo? Да. Пол специфицирован в POSIX, а ePolo это Linux-специфичная штука. Аналог ePolo в BSD и на MacBook'ах называется как Q. Везде это очень относительное понятие. Но вот на винде есть тоже что-то? На винде должно быть. Да. Даже грозили, что возможно у вас появится в этом контесте дополнительная задача, то же самое только на винде. Но это не точно. Но я вас напугал, во всяком случае. Да, в общем, в всяких BSD и MacBook'ах есть как Q. Это расшифровывается как kernel Q. Очередь в ядре. В Linux'е ePolo, extended poll. Да. Ну вот, собственно, ePolo это пол, который решает задачу понять не просто, что что-то произошло, не просто понять, что какие-то данные где-то появились, а понять, что за... Ну, то есть, где что произошло. Вот как бы в чем фишка ePolo. То есть, если мы спросим пол, то у нас мы просто появимся в тех случаях, когда во всем цикле не одного. А так, только просто хотя бы одно. Ну, полезное, собственно. Это есть ePolo. Это про пол ты говоришь? Да, это пол. А ePolo это чтобы вообще избавиться от бесполезных, делать только полезные. А пол, получается, не может нам ответить на вопрос, когда мы получим возможность писать файл в дискрипте? По-моему, может. Смотри, я, честно говоря, сходу не готов за пол что-то серьезно пояснить. Когда он нужно? А? Он раньше появился. Исторически раньше появился. Молодец. Мы же еще не пошли, что такое ePolo. Почему все задают вопрос? Окей. Что происходит? Окей, смотрите. Давайте теперь про ePolo. ePolo на самом деле это очень простая тоже концепция. В общем, ePolo удобно представлять как некоторую корзину файловых дескрипторов, в которую можно добавлять файловые дескрипторы, и у которой можно узнать, что там с этими файловыми дескрипторами произошло. Ну, то есть какие события в файловых дескрипторах есть. Собственно, давайте подробнее. Есть системный вызов ePolo.create, который создает вот эту корзину. Дальше с помощью системного вызова ePolo.ctl можно в эту корзину напихать файловых дескрипторов. Чуть позже я детальнее покажу, как это все выглядит на нулевой задаче. Корзина – это прямо ePolo. Корзина – это ePolo. Тут в Manny, по-моему, есть какая-то классная формулировка, как это называется. ePolo instance, кажется. Ну, наверное. Причем... Короче, тут был какой-то классный термин, но я его забыл. Sorry. В общем, алгоритм действий у нас теперь такой. Мы говорим ePolo.create, создали корзину. Дальше с помощью ePolo.ctl в эту корзину напихиваем файловые дескрипторы. Дальше мы делаем ePolo.wait. И этот wait блокирует наше исполнение до тех пор, пока в каком-нибудь из файловых дескрипторов не произойдут события. Какие события бывают? Бывают события, что в файловом дескрипторе появились данные, которые можно прочитать. Бывают события, в файловом дескрипторе появилось место, чтобы туда что-то записать. Это отвечая на вопрос Алексея, который меня не слушает. Бывают события... А, окей. Бывают события вида... Произошла ошибка. Бывают еще разные события, которые мы опять-таки сейчас рассматривать не будем. Вот. И причем... В чем отличие ePolo от пола? В том, что с каждым событием ассоциированы некоторые метаданные, которые... По которым можно понять, с каким именно файловым дескриптором произошла фигня. Окей. Идея понятна? Теперь... Да. 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 Отлично. Теперь давайте посмотрим на реализацию. Начинается все с ePolCreate. Да. С ePolCreate. ePolCreate очень интересно представлен. Тут есть функция ePolCreate и ePolCreate1. Вот. Как я в разработке? Ну, я думаю, что тебе стоит податься в разработчики ядра. Там они любят всякое такое. Там есть, например, всякие... Я? Экзек 4. Нет, не экзек. Сейчас. Дюб. Ну, есть дюб, например. Дюб 2, дюб 3, да. Ну, вот, в общем, я думаю, что ты знаешь, куда тебе нужно пойти. Куда-нибудь вообще. Ну, так понятно. Ну, а exec принимает, этот, ePolCreate принимает 1, и ePolCreate1 принимает 1. Ну, так как, потому что 1. Ну, да. Нет, смотрите, на самом деле... На самом деле... Смотрите, на самом деле история в следующем, что исторически... Это, опять-таки, исторически сложилось, что был... Ну, что раньше какие-то бородатые реализации ePol требовали при создании ePol указать, какого он должен быть размера, то есть сколько в нем должно быть файловых дескриптеров. Но вот, начиная с вот такой вот версии ядра, реализацию переделали так, что теперь размер заранее знать не надо. Поэтому старая версия игнорируется, а при этом появилась еще новая версия, в которую можно впихнуть ePolCloExec. Кстати, что интересно, ePol, это... Ну, вот эта корзина, это, опять-таки, файловый дескриптер. Вот неожиданность. И ePol можно запихнуть в другой ePol. Классно. Что? Можно напомнить CloExec. CloExec, это закрыть файловый дескриптер при системном вызове exec. Хорошо. Что? Хочется. Ну, я не знаю реальных кейсов, но гипотетически, если ты извращенец, или реально, если у тебя есть какая-то задача, в которой это подходит, то просто for you information так можно. Можно будет в домашке делать цепочку из ePol? Я боюсь, что нет, потому что в домашке формулировки вида вам нужно оптимизировать астрономическое время выполнения вашей задачи. И цепочка из ePol, кажется, его не очень оптимизирует. Поэтому, вероятно, нет. А дерево можно? Можно оптимизировать? Ну, если у тебя будет дерево высоты 1, то можно. Окей, давайте, 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 давайте. Про ePolCreate понятно, да? Дальше ePol.ctl. Это вот, опять-таки, чудесная консистентность в именованиях стандартных функций, что, когда мы работаем с файловыми дескрипциями, у нас там cntl, ну, cntl, да? А в ePol просто ctl, без n. Хотя одно и то же слово control. Прекрасно. Собственно, как он выглядит? Похоже на fcntl. У нас есть, мы говорим, с каким ePol, ну, мы указываем файловый дескриптор, ну, указывающий на ePol, с которым мы работаем. У нас есть команда, которую мы хотим исполнить, да? Команды у нас, на самом деле, сразу скажу, всего лишь три. Есть команды добавить, изменить текущую логику обработки и удалить файловый дескриптор из ePol, да? Поэтому у каждой команды два аргумента. Это файловый дескриптор, ну, на самом деле, окей, у delete-а один аргумент. В общем, есть файловый дескриптор, аргумент, да? Это, собственно, файловый дескриптор, который нужно либо положить, либо убрать из корзины. И еще указатель на некоторую структуру с данными, ну, с, во-первых, логикой, какие ивенты хочется обрабатывать, а, во-вторых, с метаданными. Детальнее. Значит, смотрите. Вот сейчас объясню. Смотрите, то есть вот сюда, сюда мы кладем, на самом деле, вот в этой структуре хранится две вещи для нас принципиально важные. Первая вещь, это, опять-таки, смотрите, у нас есть некоторая пачка событий, которые случаются. То есть, вот, как я сказал, есть событие ePolIn, это что с файловым дескриптором можно что-то прочитать. Есть еще ePolOut, это что в файловый дескриптор что-то можно записать. Есть, например, еще ePolEr, это что с файловым дескриптором случилась какая-то ошибка. Ну, и вот они тут есть еще всякие различные. Что за ключевые слова? Это, это вот сюда. А, ну, это суть. Да. Ну, все объявлено вот тут. Запихивать. То есть, смотри, у тебя вот эта вот структура ePolIn, она состоит из, собственно, ивентов. Это, вот, как бы, фишка в том, что вот все эти чуваки, это, на самом деле, какие-то битовые маски. И если вы побитого их будете орить, то вы получите как раз-таки, как это называется, там, множество ивентов, которые вы хотите обрабатывать, грубо говоря. Для конкретного файлового дескриптора. То есть, ты говоришь, что ты хочешь вот этот файловый дескриптор, и для него ты хочешь обрабатывать вот эти ивенты. Там за тебя всегда в это множество добавят ер и еще какой-то один. И вот хаб, да. То есть, вот эти вот два ивента всегда тебе будут прилетать, как бы ты не сопротивлялся. Но это как по аналогии с сиккилом и сикстопом. Их нельзя игнорировать. Вот. Ну, из интересного нам это ePolOut и ePolIn. ePolClient получается очень тоже пайловый дескриптор. Да, да, да. И самое-самое прекрасное заключается в том, что, вот обратите внимание, что здесь есть еще дата. Вот это, на самом деле, некоторые метаданные, которые, то есть, смотрите, вот здесь мы говорим, что мы хотим, какие ивенты мы хотим обрабатывать для этого файлового дескриптора. А здесь мы говорим, какие метаданные нужно передавать вместе с уведомлением о том, что произошел ивент. То есть, каждый раз, когда мы будем у ePol界 узнавать, что произошли какие-то события, нам не будут говорить, с каким файловым дескриптором они произошли. Нам будут говорить, что с этими событиями ассоциированы вот эти данные, метаданные. И вот эти метаданные, это может быть либо просто файловый, ну, это union, да, это может быть либо просто файловый дескриптор, Либо это может быть указатель, либо это может быть число. Вот в нулевой задаче мы будем использовать его как указатель, этот union. Очень заразительно, Роман. Можно сказать, зачем нужны эти метаданные? Эти метаданные нужны за тем, чтобы когда к тебе придет сообщение о том, что произошел ивент, ты по этим метаданам понял, к какому файлому дескриптору тебе идти. А, как они по метаданам? Вот ты их задаешь здесь. То есть смотри, они для этого файлового дескриптора будут одни и те же метаданные для всех агентов. Да, это понятно. Окей. Т.е. это типа каналы, которые мы проходили напролёт? Типа нам приходит запрос, а потом мы когда-то пропадем. Это типа ThreadPolo. Типа туда может положить файл звездочка и сразу принимать такого... Ну, например, да. Да, да, да. Ну, то есть, по сути, есть ThreadPol, просто... Ну, это не ThreadPol, не ThreadPool, а это как бы штука... Да, да. Это штука... В общем, на самом деле не знаю, как это получилось. Ну, короче, это не ThreadPool. Нет, ну у тебя тут один Thread. Мы не присылаем работу как бы, а у нас есть... Да, мы ее получаем. Да, да, да. А мы присынуем потоки, которые с ней... Что-то делать. Вот. Окей. Сейчас мы не можем как-то изменять ePol? Ну да, с помощью сети. А ты в любом случае после создания. Да, да. А ты в любом случае после создания. Да, да. До тех пор, пока вот в этом ePol не появятся какие-то события. Когда события появятся... Ну, на которые, соответственно, мы подписаны. Да, то есть, которые мы хотим обрабатывать в этом ePol. События сложить вот в этот вот массив указателей на события. Да. И, значит, сложить туда не больше, чем вот столько событий. Еще можно указать тайм-аут, по которому нужно перестать ждать. Можно указать туда минус единичку. И тогда ожидание будет длиться бесконечно. Окей. Идея понятная, да? А pv чем она отличается? Там еще можно маску сигналов на время ожидания изменить. Например, если какой-то... Ну, а зачем это нужно? Сигпайк? Ну, например. Мы же это могли и так делать. А? Мы же это могли и так делать. Да. 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 Здесь идея именно в том, что это только на время ожидания происходит. Ну, это же можно ручками взять его. А? Это же можно ручками на время ожидания. Да. Вот. Окей. Окей. Сейчас events — это то, куда складываются события, с которыми что-то происходит. Да. Это вот из двух планек. Да, да, да. То есть там будут как раз-таки объектики, ну, точнее, структурки вида тип события и метаданные, связанные с вот этим событием. Ну, это массив. Ну, это массив. Ну, потому что в си указатель и массив — это одно и то же. Массив — это указатель на первый элемент массива. Да. А что если нам, на самом деле, пришло больше, чем max events? Что с ними будет? Ну, они тебе просто не запишутся, нужно будет еще раз подождать, чтобы их получить. Но они там складываются в какую-то очередь. Ну, вообще у тебя на коленках есть ноутбук, но если ты хочешь что-то спросить, то да. Сейчас, но мы же вот в ipo events складываем флаги, нет? Смотри, это не совсем флаги, это типы событий, которые мы хотим обрабатывать. Смотри, в ipo CTL ты говоришь, какие типы ты хочешь обрабатывать, а в ipo wait ты получаешь, какие события случились. То есть это поле используется в обратную сторону. Да, то есть там только те конкретные события, которые прилетели. Не те, которые ты гипотетически обрабатываешь, а те, которые случились. Причем обрати внимание, что это опять-таки множество. Это вот ошибка, в которую вы можете попасть в первой задаче, ну, которая не нулевая, а первая. Это что вы можете случайно написать там, допустим, if, значит, ipo in ampersand mask, да, обработать ipo in и дальше написать else if ipo out mask, бла-бла-бла. Да. Вот else if это ошибка, потому что у вас может быть и e-poll in и e-poll out одновременно. Окей. Да. Казалось бы, если мы в этом случае не решаем, если данные появились, то есть не для записи. Да. Для записи. Но если мы в этом случае не запишем, то при следующем возле wait'а он снова налетит. по-моему, нет. Хотя, ладно, это интересный вопрос. Это хороший вопрос. Честно говоря, я сходу не знаю. Там есть, по-моему, фланец, который летит и стоит, который не прилетит. Да, смотри, там есть интересный режим работы. Короче, да, смотри, тут есть история. Я, честно говоря, сходу не готов сказать, как это влияет на write. Но, в общем, есть два режима работы. В одном прилетит, в другом не прилетит. Вот, если коротко. А можно еще раз про ситуацию? А? Про ситуацию. Ситуация, что если ты проигноришь e-poll out, то он потом тебе еще раз прилетит. А, типа он там склад расходчик? Да, 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 да. Потому что у тебя как бы есть место. Но, смотри, там есть два режима на самом деле работы e-poll. Есть режим, когда вообще тебе прилетает, когда тебе может событие прилететь раньше, чем оно реально случилось. То есть, допустим, тебе клиент начал писать 4 килобайта в socket. Да? Ну, в файловый дескриптор. Тебе, как только данные начали поступать, тебе прилетает событие о том, что данные начали... Ну, что данные... Ну, что, в общем, файловый дескриптор готов на чтение. Вот. И дальше ты, например, считываешь этого файлового дескриптора, и ты успел считать 1 килобайт, потому что остальное клиент еще не дослал. Да? Вот. Вот дальше есть два варианта... Два режима. В первом режиме ты потом получишь еще... Ты сделаешь еще раз wait и получишь еще раз e-poll in. А во втором режиме ты не получишь. Потому что ты должен был считать до тех пор, пока тебе read не вернет минус единичку с ошибкой e again. Вот. Почитай про это в man7. Там есть в ридинге какая-то ссылка на двухсторонний сайт с каким-то, как я понял, наглядным объяснением. Я не знаю, насколько оно наглядное, потому что, по-моему, в мане понятнее написано. Но... Сейчас... Короче, вот в мане... В смысле, в ридинге есть ссылка... Ссылка, 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 ссылка. Вот. Вот тут есть ссылка на какую-то фигню. В которой написано про различие этих режимов. В мане этому тоже посвящен целый раздел. Вот он. Level Triggered vs Edge Triggered. Вот кажется, что с write то же самое, что с read. То есть я с read точно уверен, с write я просто не пробовал, поэтому не знаю. Но кажется, что тоже то же самое. То есть, что если ты... Ну, хотя с write просто логика сложнее, там тяжелее это осознать. Вот. Ну, в общем... Короче, я ответил на твой вопрос, что где-то здесь зарыт собака, точного ответа я сразу сказать не могу. Окей. Давайте тогда двигаться дальше. Пуру-пуру-пуру-пуру-пуру-пуру. Окей. Но, на самом деле, дальше двигаться уже только к нулевой задаче. Да, у вас сегодня ультра понятные формулировки задач. О! Какой бывает! Кроме E-Poll Wait больше ничего нет? А? Кроме E-Poll Wait просто close. А с чем это связано? С тем, что про задачи простые. Так, только я открыл старую. Короче, смотрите. Две задачи? Да, две задачи. Ну, как я сказал, возможно, у вас появятся еще задачи на винду. Поэтому это самое. Ну, для тех, у кого есть винду. Там под вином все прекрасно запускается. Я думал, что будет шутка про то, что ну 6 секунд это же очень мало. Нет. Там был кек в том, что человек спросил, как открыть файл в винде. Ой, да. Ему сказали, там, файл create или как он называется. Он говорит, не создать, а открыть. Окей. Да. В общем, смотрите, вам нужно сделать очень простую задачу. Первая задача. Ну, первая задача. Вам нужно написать функцию, которая принимает на вход массив файловых дескрипторов, да, и дальше делает очень простые действия. Она просто с помощью E-Poll считывает все из всех файловых дескрипторов и просто считает количество байт, которые считались. Это задача, которую мы с вами сейчас рассмотрим. Следующая задача. Напишите TCP echo server на E-Poll и Capitalizer. Ну, короче, вам нужно написать TCP echo server. Это понятно? Вот. А теперь еще утверждение номер второе. Этот echo server при echo должен буквы в верхний регистр переводить. Переводить нужно с помощью стандартной функции toUpper. Если кто-то не знает, что такая функция есть, вот она есть. И от вас ожидается, что вы именно ее будете использовать. Так что писать свои свечи на все буквы алфавита не надо. так хотелось. Что? Там могут быть и большие. Да. у маленьких уже есть какой-то рейндж? Конечно, у всех. Окей. Окей. Давайте нулевую разберем. Нулевую. Да. Нулевую. Нет. Потому что никто не гарантирует, что у тебя скин на системе. Насколько я знаю. Так. С этим понятно, да? Сокет-пэйер. Да. Сокет-пэйер. Сокет-пэйер я вам расскажу, когда чуть позже. Расскажу. Честно, правда, обещаю. Окей. Давайте посмотрим на решение. Решение простое, как 3 копейки. Не туда. Да. А это 7 раз, типа, читаешь и возвращаешь тот самый? Только он вверх. Да. Это первое. Вот. Отлично. Значит, смотрите. Что мы делаем? Где у нас... Вот. Вот наша функция, да? Ну, так получилось. Так мало. А где обработать? Нет. Задача, правда, простая. Да. Я просто промолчу про обработку ошибок. Все вы знаете, что нулевые задачи мы вам показываем не самые лучшие. Я, например, просто вот перед семинаром добавлял вот эту вот строчку. Потому что вечером... Ну, это же нулевая задача. Все равно вы вряд ли будете перепечатывать по скринкасту, сколько тут, 106 строчек. А сколько мы выпечатываем? А? А сколько мы выпечатываем? А? Ну, учитывая, что я ее показываю не сверху вниз, а снизу вверх. Только не вверх. Хорошо. Нет, это классно. А, грейс. А вы используете какую-нибудь распознавалку текста для этого дела? Для этого дела? Нет, мы просто всегда думаем обратно в порядке. А, нормальная тема. Так, ладно, давайте дорасскажу, а то я уже хочу вас отпускать. Задачу еще раз промотать вверх вниз. Нет. В смысле? Нам же показывают код. Так, все, тихо. Почему нам не показывают код? Я показываю код с того места, с которого нужно читать. Его нужно читать снизу вверх. Отлично. Вообще стишный код без хедеров обычно снизу вверх читают. Видно. Отлично. Значит, что, как решается эта задача? Решается задача очень просто. Мы создаем ePoll. Задача только считать и посчитать? Считать и посчитать. Все. Мы создаем ePoll. И дальше мы для каждого файлового дескриптора из тех, что нам дали, создаем, ну, в общем, инициализируем некоторые данные. Ну, производим инициализацию, скажем так. Что это за инициализация, которую мы производим? Инициализация следующая. Во-первых, мы, как я вам показывал выше, устанавливаем флаг onOnBlock для файлового дескриптора. Это вы все помните, это обязательное требование для того, чтобы в ePoll его положить. Дальше мы аллоцируем данные, которые мы будем хранить в качестве метадаты для этого события. Понятно, да? То есть, вот эти данные. Мы будем хранить файловый дескриптор. Мы будем хранить количество считанных байт. И мы будем хранить флаг, является ли файловый дескриптор закрытым. То есть, сочетали ли мы все до конца. Отлично. А эту структуру можно вообще любой делать? Да. Ну, смотри, в чем фишка. В том, что там у тебя union. И в этом unionе один из вариантов – это указатель. Мы будем использовать этот union как указатель. А, и это будет задняя структура? Да. Указатель на вот эту структуру. Это указатель на что было? На void звездочку. Вот. Вот. Дальше, собственно, что мы делаем? Дальше мы берем, создаем вот этот вот e-poll event. E-poll event. Говорим, что мы хотим обрабатывать только e-poll in. И в качестве метадаты мы используем вот то, что мы тут эллоцировали. То есть вот эту вот структурку, да? При этом предварительно мы в эту структурку записали файловый дескриптор. Отлично. Ну и дальше просто добавляем в наш e-poll, в наш e-poll добавляем текущий файловый дескриптор и вот эту метадату в него пихаем. Понятно, да? Прекрасно. Вот мы провели инициализацию. Что мы делаем дальше? Дальше, на самом деле, все безумно просто. Мы, ну у нас есть некоторые глобальные, ну у нас есть некоторые считаем глобальный счетчик файлов, которые мы еще не закончили читать, да? До тех пор, пока такие файлы остались, что мы делаем? Мы делаем e-poll wait, в котором мы ожидаем события. Ожидаем мы события в этом e-poll, записать события, которых мы дождались, просим вот в этот массив, не больше, чем вот столько, ждать готовы вечно. Пендинг вот он, это просто массив событий. То есть мы говорим, что вот в этот массив событий нужно записать не больше, чем вот столько событий. Собственно, e-poll wait возвращает сколько событий он нам вернул. А вот зачем он там при event data что-то возвращается? А, стоп. Он возвращает указатель на метадату. Это на самом деле нужно, чтобы потом это стереть. Ну, на самом деле это нужно для двух вещей. Первое, чтобы потом посчитать сумму, потому что мы считаем сумму по каждому файловому дескриптуру, а потом нам нужно пообщему посчитать. Ну, и чтобы не забыть память освободить тоже. Надо куда-то этот, надо этот кусок. Макс пендинг, вот, это константа, размер вот этого вот массива. Вот. Окей. Собственно, мы делаем следующее. Мы дожидались, и дальше мы просто все эти события обрабатываем. Смотрим, как мы обрабатываем эти события. Обрабатываем мы их очень просто. Мы достаем из события, значит, собственно, его тип, точнее типы событий, которые произошли, и достаем метадату. Да? Дальше мы смотрим, что если, поскольку нас сейчас интересует только событие in, мы ошибки сейчас не обрабатываем. Значит, если нас, поскольку нас интересует событие только in, если у нас событие in, то мы делаем следующее. Мы делаем read, да, давайте покажу, ладно. Мы делаем read, прибавляем то, что считали в метадату, в метадату в counter, да, и если мы считали 0, это означает, что файловый дескриптор закрылся, да, и поэтому мы, ну, точнее, с той стороны, с которой в него пишут файловый дескриптор закрылся. Поэтому мы проставляем в метадате флажок, что файловый дескриптор закончился, и говорим, ну, еще мы закрываем его, да. Отлично. Собственно, ну, дальше мы просто, после того, как мы сделали вот это, мы проверяем, что если у нас флажок установился, то мы декрементируем количество этих самых, декрементируем счетчик общего количества еще незакрытых файловых дескрипторов. Конец. В конце концов, мы просто считаем сумму и печатаем. Дочнее, не печатаем, а возвращаем, потому что нам нужно функцию написать. А, EpoLWayt что принимает? EpoLWayt принимает файловый дескриптор EpoL, массив, куда записать ивенты, сколько ивентов записать максимум и время, которое нужно ждать. нет. Да. А, да, хорошее замечание. Правда? Понятно. Сейчас. Нет. Так, подожди, у нас Entry имеет тип data, звездочка, звездочка. Ой, чуть тут такой появился. У нас вот такого типа, поэтому все в порядке. Как может произойти то, что мы читали ноль? Почему придет вероятность, что можно считать, если мы читали ноль? Ну, потому что сокет закрылся. Ну, сокет, если это сокет. Ну, в общем, короче, файловый дескриптор, так или иначе, все, кирдык. Что такое max-pending, я надеюсь, я не помню. Минус один же, вроде, max-pending. Нет, смотри, pending, это не время, это количество событий. Это максимальное количество событий, которые мы готовы обработать за раз. Которых мы готовы дождаться за раз. Короче, это размер вот этого массива. Вот этот массив, вот это его размер. А как это обрабатывается? Смотри, давай покажу. Здесь мы рассчитываем, на самом деле, вот в этом коде мы рассчитываем на то, что у нас так не делается. Значит, смотри. Делается это приблизительно следующим образом. Значит, мы говорим, что... Сейчас. Что? Да, то есть на самом-то деле мы говорим какую-то вот такую фигню, что если у нас... То, что до тех пор, пока у нас CNT, значит, больше нуля, или... Сейчас. А? Да. Только надо важный момент понимать, что ерно нельзя проверять, если у тебя вызов не зафейлился. А, ну мы, на самом деле, вот мы уже тут проверили, что он не зафейлился. Окей, да, да. Короче, это легально. Вот. То на самом деле просто нужно делать вот так. При нуле там будет проверять. Да. Хороший вопрос. Да, 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 да. Пуру. Спасибо. Да, и здесь мы говорим, что если CNT больше нуля, то мы говорим... Значит, вот это. Да. Мы говорим, что у меня фигурные скобочки поехали, но вы понимаете, что я делаю, да? А можно было только флаг просто достать, чтобы он данного присылал? Не с всем понимаю. Там, конечно, нет скобочки. Там нижняя спереди нет. Они... Круглых. Вот. Короче, вот, если ты будешь работать вот со вторым режимом, то код должен выглядеть как-то вот так. Приблизительно. Как первый режим используется? Первый режим по дефолту используется. Вот. Что за режим? Ну, вот специально для тебя все про спавшего. Вот открываем МАНС 7 ЕПОЛ. Вот этот раздел читай. Левел триггерд и ЕДЖ триггерд. Если коротко, то там немножко пора... В зависимости от этого режима немножко разная семантика доставки событий ЕПОЛ-ИН, ЕПОЛ-АУТ. То есть, если включить вот этот режим ЕПОЛ-ИТИ, то он присылает... Он может присылать события до того, как оно реально произошло. Чего? Зачем? Ну, чтобы быстрее. Это просто быстрее работает. Вот. Окей. С этим вопросов нету? А, типа, например, здесь какая-то тяжелая операция, но начинает выполняться, например, с хайловыми скриптерами. Пишется от супер дофига. Ну, типа того, да. А мы-то не говорим, а мы уже готовы. Да, да. То есть, получается, что ты параллельно, пока тот чел пишет, ты параллельно читаешь. Без повисания в ожидании в ЕПОЛе. Вот. Окей. Давайте еще я вам расскажу, как это можно потестировать. Ну, вот как это можно потестировать. На самом деле, есть такая штука. Socket Pair. Вот такая штука. Значит, это хреновина, которая позволяет вам... Ну, короче, это как пайп, только для сокетов. То есть, он возвращает вам пару клиент-сервер-сокеты. Вы дальше их можете там куда-нибудь байндить. listening, accept и так далее. Приятность заключается в том, что... Короче говоря, они связанные между собой. Сейчас, что-то я фигню сказал. Не надо их никогда байнить. Они уже связанные между собой, в общем. И, причем, в один можно писать и другого читать. То есть, от пайпа. Да, но это сокет, они двусторонние оба, в отличие от пайпа. Вот. А что это два пайпа? Ну, можешь считать, что это два пайпа. И вот суть в том, что с помощью них очень удобно написать чекер для нулевой задачи. То есть, что мы делаем? Мы здесь, короче говоря, делаем какую-то вот такую фигню, что мы берем, создаем вот этот вот сокет пэйр, да, и дальше запускаем, ну, вот весь вот этот вот код, на самом деле, он просто запускает поток, который... Отдельный поток, который будет просто писать в соответствующий сокет данные. Ну, просто какой-то набор байтиков. На самом деле, будет писать вот столько-то, вот столько раз, вот столько вот таких байт он напишет. Вот. Ну, вот этот код устроен совсем понятно как. Как? Тут вообще ничего интересного. Ну, вы просто берете и пишете в него. Вот. Потому что у вас уже есть файловый дескриптор. При этом вы можете запихнуть... Как это называется там? Ну, да, да. Короче, вот вы запускаете в отдельном потоке вот этих чуваков, которые пишут, и запускаете потом в главном потоке вашу функцию, которая должна вроде как параллельно из них из всех все прочитать и исправиться. Ну, и можно запустить, проверить, что реально работает. Ну, как-то плюс-минус. Да. И последний момент про вторую задачу. Что... Как ее тестировать? Короче, я в прошлый раз вам говорил про NetCut. Давайте сейчас я попробую на память воспроизвести, какие там есть флаги. В общем, вы можете поднять NetCut, скажем, вы можете поднять NetCut-сервер, да, то есть который будет слушать соединения и печатать в Wastodout то, что к нему приходит. Что делает вторая задача в почте? Вторая задача написать эхо-сервер, который будет переменной... Ну, буквы в uppercase переводить. Вот. Сейчас я просто показываю, как запустить клиента, как запустить сервера. Вот. Собственно, вот минус флаг... Флаг минус L. И если еще давай флаг минус K, то вот мы повесили чувака, который намертво повезет на пятитысячном сокете и будет слушать все входящие подключения и сообщать об этом в Wastodout. Дальше мы можем, опять-таки, с помощью NetCut-а к нему же обратиться. Вот. Можно, например, сделать это вот так, написать ему 1, 2, 3, 4 и завершить работу. И вот он 1, 2, 3, 4 выведет. Вот. Еще полезный флаг у NetCut-а. А сейчас, вот, я надеюсь, что я не перепутаю. По-моему, он называется минус L. Да. Короче, приятная особенность вот флага минус N, большое, то, что он завершает NetCut после того, как закончится с TDI. По дефолту он NetCut так не делает. Вот. Это удобно, потому что можно его использовать, например, вот в таком формате. Вот. И вот этот чел все и слушает. Собственно, вы можете вот использовать какую-то такую штуку, чтобы свой эхо-сервер в первой задаче тестировать. Ну, просто непонятно, например, в 21-м как бы зашло, потому что нам же нужно, например, запустить сервер, потом что-то прочитать, потом записать. В 21-й тебе ничего не надо прочитать. В 21-й, а, в 21-й я понял, по-моему. В 21-й, я про 22-й просто думаю. Нельзя NetCut сделать как и так, чтобы мы могли принять. Ты можешь NetCut, смотри, ты можешь NetCut запускать свои команды. То есть, ты можешь NetCut запустить команду. По гугле, я сейчас сходу синтаксис не вспомню. Короче, ты можешь запустить команду, которая, типа, делает, ну, в общем, NetCut, который просто запускает твою команду. И в STD-in он перенаправляет входящий поток сокета, а в STD-out исходящий поток сокета. То есть, короче, вот эту всю фигню, создать сокет, записать LIS на CET и заменять NetCut? Ну, как бы, для тестовых сценариев может быть. Вот. Ну, и как бы не забывайте, что у вас есть питончик. В питончике я в прошлый раз вам питончик показывал. Вот. Ну, хрип какая-то случится. Все? Коллеги.